Первый в мире киноэкипаж благополучно вернулся из космоса на Землю. Спускаемый аппарат Гагарин с актрисой Юлией Пересильд, режиссёром Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким приземлился. Сегодня утром в Казахстане, как эксперты оценили эффективность пиар-компании вокруг этого полёта на МКС. Первый в мире космический киноэкипаж благополучно вернулся на Землю. Спускаемый аппарат Гагарин с актрисой Юлией Пересильд, режиссёром Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким приземлился в воскресенье утром в Казахстане. На Земле помимо спасателей и специалистов встречали глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и худрук-табакерки Владимир Машков, который также будет сниматься в фильме «Вызов». Именно сцены из этой картины последние 12 дней снимали Шипенко и Пересельд. Сцены возвращения Шако транслировались по телевидению. Вот первые впечатления Юлии Пересельд после приземления. Это было невероятное приключение. Конечно, хочется домой, хочется к детям, но это просто такое ощущение, это было какое-то короткое любовное свидание вот с этим невероятным пространством. Ну, понятно, что мы там сняли что-то еще, но все равно очень трудно передать атмосферу, когда смотришь в иллюминатор и видишь Землю. На фотографиях это не то, это какое-то совершенно другое ощущение. Может быть, в нашем кино у нас получится, мы очень хотели бы это, чтобы получится именно передать вот эту атмосферу космоса, атмосферу глазами человека, который не профессионал. Потому что и моя героиня, она же не профессионал. Юлия Пересельд. Фильм-драма «Вызов» от девушки-врачей, которая отправляется в космос для спасения космонавта. Весной глава компании «Главкосмос», входящая в госкорпорацию Дмитрий Лоскутов, говорил, что финансирует съемку фильма «Первый канал», а часть работы, которая включает подготовку участнику проекта, изготовление полетного снаряжения «Главкосмос». При этом бюджета фильма не назывался, говорит киноэксперт, член Союза кинематографистов России Мария Безрук. Я слышала в отношении этой космической дизии цифру 12 миллиардов. Я не знаю, насколько она соответствует истине, но даже если это было 2 миллиарда, это огромные деньги. Мне, в принципе, непонятно, для чего это делать. Клин Шипенко делал прекрасную картину про космос. Господин Астахов прекрасно придумал, как снимать невесомость, для чего такая степень натуралистичности. Поставить это на поток невозможно. Как эксперимент слишком высока цена. Может быть, у этого есть какое-то экономическое хотя бы основание, что на таком фильме можно заработать невероятно с такой компанией? Нет. Никогда в жизни кино с такими сумасшедшими затратами не окупится. Это, конечно же, не коммерческий проект. Фильм еще будет продолжать сниматься, потом еще будет длительный постпродакшн, потом его будут выпускать. То есть, дай бог, через год, а то и через два этот фильм будет выходить в проказ, да все уже давным-давно забудут. Об этом и придется заново делать большую масштабную пиар-кампанию, в которую, опять же, будут вложены огромные деньги. Есть ли хотя бы какие-то примеры, с которыми можно сравнить вот эту акцию? Нет. Подобного рода, конечно, примеров нет. Сравнить по масштабу эту акцию невозможно. Киноэксперт Мария Безрук. Насколько пиар-кампания вокруг полета киноэкипажа на МКС можно считать эффективным? Вот что нам заявила совладелец агентства «Дедуши» Мариникова, Ксения Мариникова. Эффективность этой пиар-кампании мы узнаем по итогу сборов, как а то этой картины. Очевидно, что это самый дорогой пиар-ход в истории отечественного кино. Особенно был такой эмоциональный момент, когда корабль не смог автоматически пристыковаться к МКС. Даже самый ленивый подсел на этот пиар-повод. Люди по-настоящему переживали за пересильт, а не за съемки. В соцсетях начинали вспоминать, какое количество поломок было в последнее время в российском сегменте станции. И главный вопрос, стоит ли этот риск того, ведь съемки можно легко заменить графикой. То есть налицо такой популизм, рискуя жизни людей делать шоу на Первом канале. Я не могу оценить, какой эффект произвел этот запуск на международную аудиторию. Я думаю, там полетами обычных людей в космос уже никого не удивишь. Ксения Мариникова совладелец агентства «Бедуша Мариникова». Впрочем, вызов может выйти на экран довольно скоро. Не пройдет и года, как зрители увидят, как на самом деле выглядит космос, заявил гендиректор Первого канала Константина Эрнст.